Думская площадь. С добрым утром! И сейчас поговорим о национальном финале Кубка мира по предпринимательству. Он прошел в Латвии и пять перспективных латвийских стартапов соревновались за возможность выйти в мировой финал в Риаде в Саудовской Аравии, а также за призовой фонд в размере 1 миллион долларов США. Латвийским победителем по итогам голосования жюри стал рижский стартап медицинских технологий Лонгенезис и многократно ускоряющий ход клинических исследований в фармацевтической отрасли. После победы в латвийском национальном финале стартап Лонгенезис продолжит свой путь в следующем рагуне, где на глобальном уровне соревнуюсь с победителями еще из 200 стран, чтобы выйти в топ-100 лучших компаний. Вместе с нами сооснователи предприятия Лонгенезис Сергей Якимов. Здравствуйте! Доброе утро! И также руководитель управления предприятий Светбанк Евгений Иванов. Добрый день, доброе утро! Доброе утро! Итак, расскажите, пожалуйста, прежде всего вопрос вам, Сергей. Расскажите немножко о своем предприятии, в чем заключается ваша такая особенность, которая помогла вам победить на национальном уровне этого конкурса. Давайте попробуем. Немного предприятия. Предприятию, наверное, сейчас уже около трех лет, и все сооснователи, по сути, пришли из фарма-индустрии. То есть все сооснователи мы до этого строили свои компании, привлекали туда финансирование, помогали строить другие компании, привлекать туда финансирование, исключительно в фарме, и в том числе в сфере клинических исследований. А у вас образование местное? Образование у меня не совсем местное, и оно даже не биотех. То есть я прихожу из такого фаундерского бэкграунда, я свою первую компанию основал в 22 года. А медики? Те, кто занимается специально в фармакологии? Медики – это другая часть команды, которая, собственно говоря, у нас тоже есть, но это даже разговор конкретно не про медиков, это больше про понимание того, каким образом фармкомпании вообще, в принципе, выводят препараты на рынок. И любая таблетка, которую вы когда-либо в своей жизни использовали, в свое время заняла от 8, если очень быстро, до 15 лет, чтобы попасть на рынок. И фармкомпания на нее потратила до 2, иногда 3 миллиардов долларов, просто чтобы это произошло. И главным компонентом этого всего процесса являются клинические испытания, которые делаются на людях. И огромное количество времени и денег, если вот этих вот лет и миллиардов, тратится на то, чтобы найти пациентов для клинических испытаний. И исторически это был очень аналоговый такой мануальный процесс, когда фармкомпании либо сами это делали, либо нанимали организации, которые делают это за них, они называются ЦРО. И вот эти ЦРО, они, собственно, ножками, ручками мануально бегали по больницам и вручную этих пациентов искали. И если мы говорим про какие-то сложные болезни с высоким каденсом пациентов, то есть где пациенты очень быстро меняют стадии, например, или быстро умирают, такое тоже бывает, если говорим про онкологию, например, то пациентов искать очень сложно. И онбординг их в одно клиническое испытание может занимать там полтора года, два года. И мы, собственно говоря, этот процесс очень сильно ускоряем. То есть мы придумали, каким образом можно использовать данные, которые хранятся в госпиталях, а больницы в большинстве своем уже все дигитализированы, неинвазивно их использовать. То есть больница нам персональные данные пациентов не передает, она нам передает так называемые анонимизированные метаданные, с такой данной о данных, можно так сказать, статистический срез о пациентах. И мы это умеем, собственно говоря, обработать, визуализировать, показать спонсорам исследований, фармакомпаниям, которые могут буквально за два клика мышью понять, где находятся какие пациенты, и послать прямой запрос, собственно говоря, в эти больницы. А больницы на своей стороне, опять-таки в полностью цифровом виде, могут этих пациентов уже, как это, англицизм, зоонбордить в клиноспытания, взять с них пациентское согласие, сгенерировать с них новые какие-то данные. Ну, то есть ввести проект, фактически. Совершенно верно. То есть мы построили, по сути, свою такую закрытую экосистему, где происходит все, начиная от нахождения пациентов, заканчивая их, собственно говоря, погружением в клиноспытания. Евгений, вопрос вам. Почему такое предприятие, которое сейчас описал Сергей, оно нуждается в такого рода конкурсах? Ведь, судя по тому, что я сейчас слышу, эта идея вполне себе конкурентоспособна и сама по себе. В чем суть таких кубков предпринимательства? Во-первых, конкуренция всегда помогает. И я думаю, что Сергей тоже в финале увидел хороших конкурентов. Это раз. Но, конечно, надо возможность себя показать. Возможность себя показать и на местном рынке. В принципе, да. Мы сегодня уже утром с Сергеем переговорили. Он сказал, что довольно после конкурса увеличилось довольно много. Это медиа каверидж, как во русском. То есть, да, ну что, узнаваемость. И не только на латвийском рынке. И это возможность как финалисту и человеку, который выиграл этот кубок, себя показать на глобальном рынке. Я думаю, что его продукт и его цель – это не только латвийский рынок. Латвийский рынок – это хорошее начало. Но я думаю, что они… Это точно не латвийский рынок в нашем случае. То есть, у нас в портфеле уже больше четырех больших фармкомпаний. Два государства, которые являются нашими клиентами, собственно говоря, по части обработки данных пациентских. Мы на данный момент определили или как это вступили в какую-то интеракцию, скажем так, с более чем уже четыремя стами тысячами пациентов по всему миру. То есть, я не могу сказать, что мы очень большая компания, но мы совершенно точно самая большая компания в Латвии, которая занимается цифровым здоровьем. Наверное, одна из таких самых активных в Балтии. Поэтому за последний год-полтора мы сильно выросли, конечно. Кстати говоря, действительно, медики очень обращают постоянно внимание регулярно на отсутствие данных, общих систем, баз данных в Латвии. Вы эту проблему могли бы решить? Это достаточно сложный и такой уже обросший определенным наследием разговор. И этот разговор называется, значит, дискуссия про пациентские регистры, так называемые. Да, и у нас действительно есть в Латвии определенные вопросы с тем, что у нас в определенных группах заболеваний нет общего пациентского регистра, который очень сильно бы помог. Как врачам, собственно говоря, если пациент начинает кочевать из больницы в больницу, так и каким-то фармкомпаниям и другим игрокам в биотехе, которые хотели бы проводить исследования, помочь могли бы, да. У нас есть такие, скажем так, можно сказать, некоммерческие сейчас проекты с некоторыми латвийскими больницами, где мы вот эти вот их регистры объединяем, но это не наша основная деятельность на данный момент все-таки. То есть все-таки наша основная деятельность – это именно ускорение клиноспытаний. Мы говорим с основателем предприятия Лонгенези Сергеем Якимовым, который будет представлять Латвию в Кубке мира по предпринимательству в 2022 году в Саудовской Аравии. Вместе с нами также руководитель управления предприятий «Светбанк» Евгений Иванов. Расскажите, пожалуйста, а что происходит с компаниями, которые участвуют в такого рода кубках? Вот в Латвии, например, в прошлом году тоже была компания, которая победила. Как она поживает? Она вообще существует, продолжает заниматься экономической деятельностью? Да, она существует, продолжает. Мы видим, что она продолжает искать своих клиентов, новых клиентов, новые рынки. А чем они занимаются, в двух словах? Они уменьшают энерго... Вы имеете в виду теплодачу тех или иных приборов? Это, так сказать, очень важно для телефонов, компьютеров, то есть чтобы они не нагревались, чтобы они охлаждались. Ихнее преимущество было, что сама технология, она очень небольшого размера, что важно, немаловажно для таких гаджетов, как телефоны. Да, безусловно, в одну небольшую коробочку упаковать такого рода технологии бывают сложные, и это в данном случае очень важно, чтобы это было максимально компактно. И насколько они сейчас прибыльные или нет, на какой стадии их работа находится? Они еще продолжают развиваться. У нас таких директ, скажем, прямого контакта нету, но то, что мы видим, наблюдая, как они растут, они еще продолжают искать своего клиента, свой рынок. А пару слов о других предприятиях, которые тоже состязались в этом кубке. Много ли их, мало ли их, так, если говорить на чистоту, то насколько было сложно выбрать то или иное предприятие? Выбор в этом году был сложнее, чем год назад. Это было несколько десятков компаний, и финалисты в этом году, я бы сказал, были сильнее прошлого года. Фокус был более, скажем, назначен на технологический процесс, на IT-процесс, что немаловажно, я думаю, в нашем... А что же значит в данном случае сильнее в спорте? Понятно. А здесь, кажется, можно там прибылями мериться. С другой стороны, тут еще проекты развиваются. Я думаю, что с точки зрения жюри, это как глобальный масштаб, потенциал продукта, его возможность развиться в ближайшем будущем. Ну, такие качества, которые мы этим... Да и также сама команда. Это один из критерий, которые жюри смотрело. Это сама команда и продукты его потенциала. Команда, продукты, потенциалы. Какие еще критерии в этом конкурсе определяют победителей? Четыре члена жюри и четыре главных, почему мерили, продукты, его потенциал, бизнес-план и сама команда. Лонгенезис будет представлять Латвию в Саудовской Аравии в финале этого кубка. А что дальше? Словно говоря, не займет Лонгенезис первое место в кубке? Ну, во-первых, я думаю... Будет ли это проигрышем? Если не займет или займет? И то, и другое. Ну, я действительно буду фанатом Сергея и его компании. Только желаю успехов. И действительно, как он тебя и сказал, и на своем пище сказал, но он тоже только хочет выиграть этот кубок. И я думаю, что это не только для компании хорошо, но это также несет имя нашей страны на глобальном масштабе. Так что я думаю, что это два в одном потенциал. Так же, как страну IT показать Латвию и продукт компании развить. Сергей, ну вот вы упомянули о том, что даже само участие компании в конкурсе в Латвии, оно уже увеличило внимание к компании. Я так понимаю, что участие в Саудовской Аравии в финале, оно еще больше может привлечь в данном случае и из других стран, на потенциальных инвесторов, интересантов. Наверное, смотрите, у нас есть, мы разделяем два типа внимания в этой индустрии. То есть один тип внимания, это внимание профессиональное, и это то, чем мы занимаемся вот в этой относительно закрытой фарминдустрии. То есть это то, как мы общаемся там с нашими фармклиентами и так далее и тому подобное. И эта индустрия, она относительно закрыта, и нужно достаточно хорошо понимать, каким образом коммуникация там происходит. Второй тип внимания, это внимание вот общее, то есть прессы окружающего мира. Это для нас тоже очень важно. И очень важно это для нас еще и потому, что исторически вся команда сооснователей, она из Латвии. И для нас очень важно это подчеркивать. И мы, собственно говоря, хотим себя там позиционировать, как команда из Латвии, которая получилась работать там с основными какими-то фармами мировыми, что редко. И в нашем понимании мы таким образом, собственно, вносим свой вклад в популяризацию как будто бы нашего предпринимательства инновационного, балтийского, латвийского. Евгений, а помимо компаний, которые мы сейчас обсуждаем, и другие компании участвовали в конкурсе, несколько слов о них, в чем они специализируются, какие там потенциальные истории успеха? Ну, Микс был довольно хороший, и компании были от сферы медицины, это была кардшеринг, да, компания, потом была припринта 3D, где компания, да, принта их, да, разразные продукты, и обработка зеленого удань, водорода. Водорода, да. То есть обращаю внимание, что медицина, да, особо выделяется как сфера инновации предпринимательства в нашей стране. Я вот почему спросил вас об образовании, я пытаюсь понять, насколько наше медицинское образование конкурентно способно и может производить, создавать таких вот специалистов в области, которые в том числе будут двигать медицину мировую, латвийскую и бизнес в этой сфере вперед. Ну, то, что мы видим, что из отрасли, не только сам персонал, это экспортный товар, но и также сюда приезжают лечиться так же люди, как это импорт, для приезжать сюда. Так что это очень хороший, я думаю, что уровень латвийской медицины, это очень высокий. Ну, если мы говорим об образовании, да, оно очень конкурентно способно. Если мы говорим о предпринимательской деятельности в биотехе, то медицинское образование для этого не нужно. Для этого нужен целый набор других навыков, которые в основном приобретены и не в университете, а на практике. Но при всем при этом, мы, конечно же, когда мы нанимаем новых сотрудников, мы предпочитаем работать именно с местными ребятами, то есть мы нанимаем всегда местных ребят, и у нас есть отдельная медицинская команда, которая абсолютно вся является выпускниками наших местных медицинских вузов. Евгений, Кубок мира по предпринимательству, я полагаю, состоится и в следующем году. Что нужно знать предпринимателям, которые, возможно, слушают нас сейчас, хотят поучаствовать в конкурсе? Не бояться и думать глобально. А технически? Куда уже объявлен какой-то призыв? Еще нет. Закончим. Будем следить за успехами Сергея, и тогда уже будем открыть. Спасибо вам большое. Будем действительно следить. Финал, когда он состоится? В ноябре. В ноябре этого года в Саудовской Аравии сооснователь предприятия Лангенези Сергей Якимов и другие, я так полагаю, ваши коллеги представят Латвию в Саудовской Аравии в финале Кубка мира по предпринимательству. Думская площадь. С добрым утром!